Приветствую всех любителей вышивки! С вами Оксана Тереза. И сегодня хочу показать вам поближе набор из последних коллекций фирмы Dimensions. Одна из новинок последних лет. Такой замечательный павлин. Очень мне понравился практически с первого взгляда. Что цветовым своим решением, что самим сюжетом павлинов я уже говорила, люблю. Люблю калибри, люблю павлинов, люблю орлов, лебедей. А, наверное, на этом все. При вас прям открываю. Вообще такой звук. Еще сама не заглядывала внутрь. Интересно посмотреть вместо с вами. Говорят, что новая сборка отличается от предыдущих лет сборки. Поэтому интересно посмотреть вместе с вами. Кстати, этот замечательный набор вы можете найти по довольно такой приятной цене. Еще плюс скидки всевозможные. Накопительная ваша скидка, разовая скидка, скидка по промокодам всевозможным. Потому что кто подписан на новости Мир Вышивки, тот знает, что частенько присылаются промокоды всевозможные магазины Мир Вышивки. И все это суммируется, и получается вообще очень даже приятная цена. А кто еще ни разу не покупал в этом магазине, для того есть моя персональная скидка по промокоду Аксана Дереза на ваш первый заказ 10%. Если интересно, загляните в инфобокс, там вся информация, пользуйтесь. Там и ссылка на данный магазин. Давайте же посмотрим поближе. Вот эта вся красота вышивается, чтобы вы все думали, там вот весь этот фон полукрестом. То есть крестом вышивается, естественно, сам павлин, цветочки, вот эти перила, перья. А вот этот узор красивый такой, в центре которого голова павлина, да, он вышивается полукрестом. Вот этот узор, все это вышивается полукрестом. И вот эта вся одновременно нежность, яркость, все это вышивает. Цвета, конечно, изумительные. Мне все так очень нравится. Здесь вот такой классный переход вот этих синих цветов. Вообще просто, ну, здесь что не стежок, то моя любовь. На самом деле мне все очень нравится. Цветовая палитра, такие цвета оранжевые, ярко-зеленые, бирюзовые, синие, голубые. Я все это очень-очень люблю. Ну, и как всегда, у Dimensions вышивается все это на Аиде. В данном случае это Аида у нас какого каунта? По-моему, даже 14-го, если не ошибаюсь. Такой длинный кусочек, это антикуайт. Давайте посмотрим. Да, айвори, айвори, айвори. Слоновая кость получается. Да, 14-го, айвори, это цвет слоновой кости считается. Но он такой молочный, я бы сказала, цвет слоновой кости. Он не такой желтоватый, наверное, все-таки. Вот, и вот так выглядят ниточки. Посмотрите, какая красота. Здесь яркие цвета. Я почему-то думала, что... Представляете, сиреневых как много. Я уже знаю, что есть там на 14 массу, там 14-300, 14-301 и так далее, и так далее. А здесь вот еще сиреневый идет 62-50. Я еще такого ни разу цвета не видела. 14-104 такого ни разу цвета не видела. Но цвета очень красивые, яркие. Это такая цветотерапия на самом деле. О, еще здесь вот золотые нити. 14 целых пасм. Так, белого всего одна. Давайте посмотрим, какого же цвета здесь больше всего. Больше всего здесь золотого цвета на самом деле. И знаете, какого? Вот такого коричневого, верите? Нет. 11 пасм, 12-337, это что-то, конечно. При таком цветовом решении картины взяли и такое огромное количество цвета коричневого. Представляете? Ну, вот этого 7 пасм красивого цвета. 17-169. Он, правда, очень красивый. И 6 пасм вот такого. То есть вот таких вот будет приятно им вышивать. Давайте посмотрим, как так выглядит. Ниточки, конечно. А что они в таком виде-то? Я вот понять не могу. Вроде новый наборчик, слушайте. Но ниточки такие. Вот смотрите, они тут в куделях смотались. Сейчас мы их красиво... А почему так? Вот, посмотрите. Вот здесь вот так разложим. Ай-яй-яй, какая красота! Ай-яй-яй, какие цвета изумительные! Одно удовольствие, мне кажется, будет вышивать этот набор. Потому что вообще, не знаю... Кстати, по примете, павлин, если вышивать на примету павлина, то это символ красоты. О, красота, конечно! Давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Ага, как всегда, две иголочки. Они, как правило, схемы. И схема состоит, походу, из двух частей. Ключ отдельно. Вот что приятно, здесь ключ отдельно. Вот это радует уже. Это радует. Да. И причем ключ, по-моему, одинаковый на двух листах. То есть вы можете даже... Ну, кто не любит отрезать... То есть, когда вы вышиваете здесь, можете использовать вот ключ с этого листа и наоборот. Достаточно, я считаю, крупная такая схема, приятная. Что у нас здесь есть? У нас здесь... Угу. Стежки. Полукрест. Полный крест идет, стежки, да. Бленды идут. Дальше, что у нас здесь? Французские узелки, бэкстич. Но, в принципе, все стандартно, если... Так, да. Очень интересно. Много, много блендов. Много блендов все-таки, наверное. Но, хотя, вот если так посмотреть, блендов раз, два, три, четыре, пять. Бэкстича зато семь. Я французский узелок. Один французский узелок, он, скорее всего, вот. Вот в глазке, наверное, у павлина. И все. И больше ничего. Так. Ну, а так здесь уже такая вот схема очень даже универсальная. Бумага, в принципе, плотная. Так как вышивка вытянутая такая, то, конечно... Ну, да, бэкстича здесь много, потому что здесь и перья павлиновые, и цветочки. Все это бэком обшивается. Вот. Так что вот такой замечательный наборчик. Когда-нибудь его обязательно вышью. Может быть, даже он будет первым из павлинов, которого я буду вышивать. Кто знает. Вот. Потому что он очень яркий, красивый. И, как мне кажется, он не такой сложный, как, допустим, павлина Танкор. Вот. Но удовольствия вы получите от него не меньше. Нравится мне. И мне, в принципе, нравится тот сюжет, что здесь не так сильно. Вот, кстати, я обратила внимание, у меня ни одного нет павлинов, где бы распушенный такой хвост был. Все вот эти хвосты так сложены у них. Они, то есть, вот такие скромные павлины. Вот. Ну, очень красивая, любимая цветовая палитра у меня такая яркая, сочная. Много бирюзовых оттенков. Так что я очень даже довольна, что у меня этот набор есть. И что я имею возможность его вышивать. Вот. Прям просто в любой день, когда захотела, взяла и начала. Вот. Спасибо вам за внимание. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео вам было и интересным, и полезным. Легких вам проектов. Получайте от вышивки только удовольствие. Видим все в следующих видео. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока.